В низкой экономике, как бы и в той экономической ситуации, в которой мы сейчас имеем место, одним из якорей для того, чтобы удержаться на плаву, является удержание текущих клиентов. Потому что именно они, это тот самый подушка безопасности, плацдарм, пенка, что угодно назовите, который позволяет гостинице опереться и понимать, что вот это, это тот бизнес, который я получу, это тот доход минимальный, который я точно получу. Это те существующие клиенты, которые у нас есть сейчас и которые были за последний промежуток времени. Та самая пресловутая CRM, Customer Relationship Management, система взаимодействия с нашими клиентами, всеми типами, и частными, и корпоративными, и туристическими, неважно. Это огромная платформа, которая должна охватывать все сферы деятельности и позволить текущим гостиницам не потерять свой доход. Это и период жизни до, до того, как он стал нашим клиентом, когда он просто первый раз случайно позвонил, или когда после большого пинка наши продажники побежали с холодными звонками шестерить поляну и потом заносить в Excel-таблицу, кому позвонили, Петрову, Иванову, Сидорову, Петров послал, Иванов кивнул, а там Сидоров задумался, что с ними происходит, и как это все не потерять и конвертировать, вообще надо это или нет, и что происходит после. Ну окей, мы сейчас возьмем базу любой гостиницы и выясним, что там в мозгах сохранено больше тысячи, нескольких десятков или миллионов контактов людей, которые когда-либо у нас жили. А как мы это используем? Это база людей, которые уже составили мнение о нашем продукте. Они, в принципе, предположительно, как-то там лояльны к нам. Но возвращаются ли, как часто, является ли клиент, который раз в год прилетает в Москву на выставку MITT и останавливается всегда в нашей любимой гостинице, но это он живет всего лишь две номера ночи, является ли он лояльным клиентом нам и более лояльным, чем тот какой-нибудь корпоративный партнер, который постоянно селит к нам своих корпоративных сотрудников. Вот это все, это серы, которые надо улучшать, менять свой взгляд и опираться на, как бы, копаться в этом, разбираться и искать те пути, которые позволят гостиницам в текущей ситуации зарабатывать больше денег, собственно, без больших инвестиционных затрат, потому что это все то золото, которое просто лежит под ногами. Продолжение следует...